Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим мушку, которая и сухая, и мокрая. В зависимости от того, как долго она находится в воде, она начинает потом медленно тонуть. Значит, это микромушка, как вы просили по всякой мелкой рыбе. Как вы видите, величина крючка соответствует номеру 20, вот фирмы. Можно использовать также и, допустим, крючок F11, F16 фирмы GOMOSAN. Номер начните где-то с 16-18, так как они немножко не соответствуют по величине. Я же буду изготавливать на номере номер 24. Поэтому начните с более таких подходящих крючков. Реально работающая мушка в таком исполнении по уклейке густерей красноперки в заливах. Это номер 16-18. Попробуйте, будете потом сами экспериментировать. Но, как я уже неоднократно рассказывал, для изготовления микромушки понадобятся определенные материалы и навыки. У меня, я уже вам неоднократно показывал, вот есть такие в наборах, это двойная нить, крюченая, диаметр ее 0,06. Я вам уже показывал, как я вот так беру, и потом с двух катушек начинаю, вернее, с одной катушки делать две, распускать потом всю эту нить. Она получается, естественно, в два раза тоньше. Поэтому нам понадобится, помимо того, что необходимо мелкий крючок, нам понадобятся еще определенные материалы, которые можно использовать для вязания. Если у вас подходящей нитки нет, возьмите со стрейчевых колгот. Тоже достаточно хорошо вам послужит эта нитка. Вполне достаточно для того, чтобы связать. Или же с нашей любимой тесьмы возьмите сантиметров 30, тоже будет достаточно. Совсем немножечко я наношу капельку клея, так как нить сама по себе скользкая, и желательно материал закрепить сразу намеркво. Как вы поняли, будем изготавливать тело в оранжевых тонах. Закрепили нашу нить и прогоняем ее аккуратненько, вот так считайте, как квиточек к виточку. До середины. Здесь мы с вами будем крепить материалы. Вот эту мушку можно изготавливать как с хвостиком, так и без хвостика. Поэтому вы уже подберете для себя сами и тот, и тот вариант рабочий. Я взял вот тот люрекс, который я вам показывал, и взял его вот так вот натянул. Для того, чтобы его сделать еще тоньше. Потому что как таковой люрекс найти будет очень тяжело. Или можете, допустим, взять кристалл флэш и из нее же изготовить. Доходим вот до начала загиба. Больше мы с вами не проматываем тело. Как вы видите, нитка становится ровницей. И теперь вот так аккуратно мы формируем тело. Значит, нам необходимо изготовить вот такой каплевидной формы. С небольшим утолщением к месту крепления нашей опушки. Если есть необходимость, два-три раза. Вот сколько нужно будет. Столько нам надо будет пройти по месту. Вес нитки столь ничтожен, что на плавучесть нашей мушки никак не повлияет. Следим за тем, чтобы она у нас была ровницей. Подравниваем вот такими движениями. И она тогда у нас опять нить становится достаточно ровной и хорошо пушистой. Вот так достаточно. Здесь оставляем. Теперь нам необходимо. Выберите для себя сами, в какую сторону вам будет удобно. У загиба я выполняю один полный оборот. И потом выбираю определенный шаг, с которым я буду проматывать свое тело. Если у вас люрекса такого нет, друзья мои, возьмите и изготовьте ее просто в оранжевом варианте. Без добавления каких-либо других элементов, украшающих. Тоже будет работать, поверьте мне. Я раньше изготавливал ее так, и она работала. Удаляем сразу остатки и нанесем буквально небольшую капельку клея на место крепления. Теперь самый такой сложный момент. Это найти перышко. Значит, перо из скальпа курицы, взятое в районе шеи, так, чтобы длина моих бородок, ну, была соизмерима не с загибом, а с длиной тела. Или равняется длине тела, или должна доходить до загиба. Подберете для себя сами. Но желательно, чтобы перо было не жесткое, а в то же время слегка вроде бы как и мягенькое. На шее перья почти все такие. И подготавливаем перышко, закрепим его здесь. Здесь можно изготовить опушку так, как она изготавливалась, допустим, в японских мушках. Но я буду изготавливать ее, как мы изготавливали с вами сухарик, вот один к одному. Подготовим обязательно перодержатель, так как нам будет немножко неудобно работать. Крючок мелкий и перо мелкое. И теперь для себя подбираем, уводим все бородочки, вот так слегка увлажнив пальцы. Выполним сперва один оборот. И посмотрим, сколько у нас получилось. Вот приблизительно уже мне будет достаточно. Поэтому поднимаем наше перышко вверх. Не отпускаем перодержатель под действием катушки ее веса. Выполним вот так оборот. Вот теперь только лишь можно отпустить перодержатель. Я уже вам неоднократно рассказывал, для того, чтобы было более симпатичное здесь у нас вышло головка, потому что на таком крючке сложновато сделать. Я беру, увлажняю опять пальцы и увожу все бородки вот так назад. И уже в этом месте мы должны с вами сформировать небольшую. Сильно не увлекаемся, так как она должна, вот как вы видите, только лишь обозначенная. Ну, теперь остается нам выполнить завершающий узел и удалить остатки перьев. Вот и все, друзья мои. Опушку можно выполнить так же и перевернув наоборот перо. Без разницы. Попробуйте, как вам будет удобно. Единственное, это то, что я здесь немножко еще упустил для вас. Это то, что, как вы видите, это и нитка, и перо само по себе флуоресцентное. Поэтому дополнительно еще будут привлекать нашу рыбу. Для всей, практически любой белой рыбы, которая питается разными вот такими мелкими насекомыми, подходит. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Хорошо работает еще серый цвет. Браун коричневый. И желательно, конечно, я потом еще вам изготовлю чисто такую сухую мушку, которая, ну, подобрать надо перо, которая также очень удобно ловить рыбу в небольших таких запрудах, болотцах, там, где есть окна, которые образуются между кувшинками. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч, друзья!